Всем привет, с вами Ёжик, и сейчас посмотрим на самые крутые награды, которые только можно получить за Division Rivals, именно первый ранг и первый дивизион. Но прежде всего напомню, что спонсором этого выпуска является компания 1xBet, которая радует меня своими высокими коэффициентами, быстрыми выплатами и надежностью. Уверен, порадует и вас. Знаете, что я вам скажу? Когда я писал этот видосик в режиме live, случайно умудрился заблокировать свой основной микрофон, соответственно, звук с него не писался, записался только звук с видеокамеры, и я решил не давать это видео со звуком видеокамеры, решил прокомментировать все постфактум с микрофоном, потому что так звук лучше. Ну, херня, пришлось переписать, сейчас расскажем все, как было. Итак, за первый ранг в первом дивизионе Division Rivals у нас на выбор три опции. Первый вариант это 80 тысяч монет, второй вариант это Ultimate Pack и Mega Pack. Ultimate Pack, кстати, друзья, это пак за 125 тысяч, это 30 равных игроков. Ну и третий вариант это два Ultimate Pack и два Mega Pack, карточки в которых не продаются, поэтому меня больше всего заинтересовал второй вариант, его я и выбрал, и решил сыграть опять с EA в лотерею. Перед тем, как показать, что же я поймал в паках, расскажу вам немножечко о ситуации в своем клубе. У нас, друзья, 2507 рейтинг в Division Rivals, это пока что максимальная отметка, которую удавалось нам достичь, и даже это получилось лишь вот в последнюю ночь и даже раннее утро, потому что я в 8 утра еще доигрывал два матча, чтобы не потерять первый ранг, нужно было добирать очки. И скажу вам, братцы, что играть ранним утром или поздней ночью это большое удовольствие, и это абсолютно другая FIFA, она очень сильно отличается от той, в которой я играл по ходу Weekend League, в которой я играл по ходу обычного режима, скажем так, днем. Геймплей поздней ночью и геймплей просто днем, это абсолютно две разные игры, и все чувства от схем, тактик, игроков, которые у тебя на поле бегают, они разные, и если по ходу дня или вечеров даже у Weekend League я всегда ругаюсь на эту игру, говорю, какая она деревянная, дубовая, ужасная, то, играя поздней ночью, я увидел, что эта игра может быть симпатичной и может нравиться, потому что игроки, наконец-то, мягкие, мяч обрабатывается, не отлетает. Да, где-то бывают какие-то еще глупые ситуации, но это уже не так и не в таком количестве, потому что все более-менее под твоим контролем, и это нравится, и особенно, что понравилось, друзья, это timed финишинг, потому что я думаю, что многие из вас помнят о том, что не раз я и в паблик писал, и на стримах говорил, что timed финишинг пока что фишка, ну, почти что бесполезная, толку с нее немного. Возможно, все потому, что я не мог прочувствовать в прикумаренном геймплее по ходу обычных дней, а вот поздней ночью, как начал я стрелять в тайм финишинге, то это просто неостановимая тема, и с 20 метров летит, с 25 метров летит, ты начинаешь попадать раз за разом, зеленый свет, мяч офигенным образом набирает свою скорость, сумасшедшая траектория, враты ли не берут, это все тебе нравится. Играя в таких условиях, с нормальным геймплеем, где игра у тебя летает, все получается настолько комфортно, что мне не страшно играть с составами, которые намного круче, чем мой. Да, где-то я могу чувствовать, что мне не хватает какого-то Гулита и Роналду, но это уже не настолько, как по ходу той же Weekend League, где мне кажется, что это вообще без вариантов, потому что никто не двигается, и только за счет индивидуального мастерства какого-то такого супер-игрока будут большие проблемы. Короче, впервые за три недели я по-настоящему получал удовольствие от игры. Касательно паков, друзья, то их у меня было не два, а три, потому что я еще собрал СБЧ на игроков Лиги Чемпионов, и там у нас три карточки, которые продаются. Открывая этот пак, я, конечно же, надеялся на волкаут, но этого не случилось. Все же получил Дани Алвеса, который, грубо говоря, за 30 тысяч ушел. И еще два полуфиксальные типа, которые, учитывая свой синий цвет, может быть, там за тысячи 3-4 тоже пойдут. Дальше у нас был мегапак, и никого особенного там поймать не получилось. Родриго рейтингом 84 у нас был на экранах. В остальном полезные карточки по типу фитнесов и смены позиций и так далее. Ну и самое интересное, друзья, это пак за 125 тысяч 30 рарных игроков. Ультимейт пак, и, конечно же, я ждал волкаута в таком паке, потому что это не просто пак 125к, это награда за Division Rivals, но, представьте себе, волкаута не было. Я успел сильно разочароваться. Внутри, честно скажу, потому что уже попрощался с теми монетками, от которых отказался 80 тысяч, но тут вот нарисовался флаг Бельгии, я сразу понимаю, что это на Инголан, но еще не догадывались, что там 140-150 тысяч. Я думал, ну, 1080, а тут опа, вот такая вот фигня. И внутри еще был Санчес Стоттенхема, а это уже вместе 200 тысяч почти что. Ну и куча-куча карточек, которые тоже могут быть кексельными, могут продаваться по тысяче с копейками. В общем и целом, за Division Rivals я получил в пределах 230 тысяч, может быть, 240 тысяч плюс-минус. И это в три раза, грубо говоря, лучше, чем то, что я бы получил, если бы взял просто монетки. Поэтому, по итогу, в этой лотереи я выиграл у EA Sports, и ура, сегодня праздник на нашей стороне. На сегодня все, с вами был Ёжик. Надеюсь, что видео и мой Ultimate Pack вам понравились и заслуживают ваших лайков. Как по мне, очень даже достойный дроп получился. Ну и вообще, я старался, честно, добить этот первый ранг в первом дивизионе, что не просто потому, что соперники очень жесткие, и эти очки набираются очень долго. Но все же хотелось вот посмотреть саму и вам показать, что же можно получить на максимуме за Division Rivals. И скажу вам, что очень круто. 240к, это как Weekend League за Elite 1 какую-то там, или даже иногда за топ-100. В общем, я доволен. Увидимся, друзья, ждем наград за Weekend League. Там и посмотрим на мой составчик, и поговорим о том, что будем делать с ним дальше. До встречи, и всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok